МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот лишь некоторые темы выпуска. Новые источники роста. В Чебоксарах начал работу 9-й международный экономический форум. Диалог с прокурором. Общественная палата России представила в Чувашии новый проект. Имя гордится Республика. В канун праздника вручили государственные награды. День Республики уже празднуют во всех городах и селах Чувашии. Прямо сейчас на Красной площади в столице Республики проходит традиционный фестиваль «Родники России». Наш корреспондент Юлия Важенина находится в самой гуще событий. Юля, добрый вечер. Тебе слово. Оля, добрый вечер. Прямо сейчас здесь, на главной праздничной площадке, стартует 24-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Это яркое, красочное, наполненное любовью к песням и танцам мероприятие уже давно стало неотъемлемой частью дня нашей Республики. За всю историю фестиваля у нас выступали ансамбли из Армении, Бельгии, Венгрии, Египта, а также Кубы и Намибии. Фольклорные, инструментальные, хореографические. А всего 37 художественных коллективов из всех уголков нашей Родины приехали сегодня сюда, в столицу Чувашии. Помимо коллективов нашей Республики, а их, кстати, 85, свои номера покажут ансамбли из 32 регионов России, а также Белоруссии и Эстонии. У вас еще есть возможность вживую услышать выступления родников России. Сразу после выпуска информационной программы «Республика» приезжайте к нам сюда, на Красную площадь. У нас тут здорово. На прямой связи с студией была Красная площадь. Праздник вот-вот начнется, а мы продолжаем выпуск. Сегодня в Чебоксарх открылся 9-й международный экономический форум. В нем принимают участие более тысячи человек. Это представители федеральных министерств, финансовых и инвестиционных структур. На протяжении двух дней эксперты будут искать пути безболезненного преодоления кризиса и новые источники роста экономики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пленарная часть Чебоксарского экономического форума не раз меняла свой формат. В этом году эксперты из разных регионов и стран собрались на деловой завтрак. Тема заседания дали немало пищи для размышлений. Главный вопрос, как найти новые точки роста для подъема экономики регионов. Чтобы достигнуть этой цели, власти субъектов должны решить немало проблемных вопросов, отмечают эксперты. Для нас важно понять, в чем заключаются потребности региона с точки зрения общефедеральной экономической политики. Что в федеральном центре надо менять, что надо менять в общенациональной экономической повестке дня. Без взаимодействия регионов ничего не получится. Поэтому проблема заключается в том, чтобы каждому региону обеспечить такие условия развития, чтобы они все вместе работали на подъем экономики российского общества. Оздоровить экономику, отмечают эксперты, помогут инновационные продукты. Но наряду с их внедрением необходимо наращивать производственные мощности и привлекать инвесторов. Республика эти задачи реализует успешно. Только накануне праздников в регионе открыли два новых завода. Все то, что мы планируем, все в реальном секторе экономики у нас претворяется. Нужно заниматься открытием высокотехнологичного производства. Высокотехнологичное производство позволяет увеличить производительность труда, от производительности труда соответствующий уровень вознаграждения или уровень заработной платы. Не зря на Питерском экономическом форуме были озвучены результаты, что по результатам оценки региона Чувашская республика оказалась на шестом месте. Это на самом деле результат огромной работы как правительства республики, так и всего бизнес-сообщества. Очень мне нравится в регионе работать с молодыми предпринимателями. Это вот как бы я вижу такое новое движение. Для инновационных предприятий необходимо растить специалистов высокого класса. Эту проблему регионы решают с помощью специализированных центров. Сейчас создается, ну я говорю как раз и в Шивке, и страна, и республика. Сейчас создается сеть очень таких интересных инжиниринговых центров по стране. Такая поддержка, это в том числе развитие и науки здесь, и закрепление молодых специалистов. И это ориентация на топ-производство, которое здесь размещено. В частности, здесь инжиниринговый центр по направлению сельхозмашиностроения. То есть, в частности, для нас, как для Чувашской республики, это актуально. Необходимо разрабатывать и новые меры поддержки предпринимателей. Власти бизнес, говорят эксперты, сейчас должны работать сообща. Даже в непростое для экономики время у бизнесменов есть неплохие шансы увеличить в разы экспортные поставки. Предприниматели сейчас ориентируются на азиатские рынки. Русско-азиатский союз промышленных предпринимателей, конечно же, занимает своей ответственностью. Самое основное – это азиатское направление. Это Китай, Вьетнам, Индия, Южная Корея. И в этих странах на сегодняшний день наиболее емкий рынок для российских товаров. С предприятиями республики намерена сотрудничать и Объединенная судостроительная корпорация. В рамках форума ее президент и премьер-министр Чуваши подписали соглашение о сотрудничестве. Контракты будут заключены в ближайшее время. Был визит большой делегации, уже непосредственно руководители корпорации. Посетили наше предприятие, ознакомились с продукцией на месте. Были достигнут договоренности по дальнейшему развитию, ну и как факт подписания данного соглашения. Я надеюсь, что это выльется в многомиллиардные заказы для наших предприятий. Искать пути для подъема экономики эксперты продолжат и завтра. В программе форума «Десятки семинаров» и «Круглых столов». Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Андрей Шоков и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня в 21.15 смотрите на национальном телевидении Чувашии трансляцию пленарного заседания экономического форума. Уже который год в преддверии Дня Республики между Чувашией и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах стартовала 23-я выставка регионы «Сотрудничество без границ». На выставке в экспо-контур собрались представители самых разных сфер бизнеса. Это уникальная площадка, на которой можно продемонстрировать не только собственные возможности, но и готовность к сотрудничеству. Центральное место в экспозиции заняла известная агрофирма Республики. Ассортимент был представлен в нетипичном формате. Для того, чтобы вырастить поросят здоровыми и упитанными, нужен хороший корм. Эта машина голландского производства занимается уборкой травы и изготовлением сенажа. А эту агрофирму хорошо знают и любители молочных продуктов. Вкусовые качества молока оценил и глава Республики. Эта экспозиция расположилась на первом этаже экспо-центра. Здесь представлен промышленный потенциал районов Республики. Помимо ведущих республиканских предприятий, свою продукцию представили и итальянские бизнесмены. Это, кстати, далеко не первый их визит в Чувашию. Предприниматели Сапенинского полуострова проявляют большой интерес к нашей Республике. Итальянская кухня, хорошая кухня, я бы хотел сказать. Так что приезжайте сюда, откройте любую производку. Я буду вашим помощником. В общей сложности выставки принимают участие около 200 предприятий и организаций. У жителей Республики еще будет время просмотреть все. Выставка продолжится до 26 июня. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошла встреча молодежи Республики с членом Общественной палаты России Сангаджи Тарбаева. Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив, в прошлом капитан команды КВН РУДН, представил проект «Диалог с прокурором». Он стартовал полтора года назад при поддержке прокурора России Юрия Чайки. Суть проекта – познакомить молодежь с деятельностью прокуратуры, чтобы молодые люди не опасались этого назорного ведомства, а наоборот – сотрудничали. В проекте участвуют уже 15 регионов. Чувашия стала 16-м. Организаторам проекта важно, чтобы молодежь к встрече не готовилась специально. Инициаторы проекта хотят знать реальную ситуацию. На встрече члены Общественной палаты России Сангаджи Тарбаева, прокурора Чувашии Сергея Легостаева и молодежных объединений Республики поднимались актуальные вопросы сегодняшнего времени. Председатель Республиканской общественной организации «Здоровая нация» Кирилл Лукин рассказал о регулярных рейдах по торговым точкам, аптечным пунктам, барам и кальянным. Это позволяет выявлять, а иногда и предупреждать нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и наркосодержащих препаратов. Работа эта ведется вместе с представителями прокуратуры. Обсуждалось на встрече и присутствие молодежи в социальных сетях, воздействие на них негативной информации разного толка. Поднималась и проблема обеспечения жильем детей-сирот. Прокурор Чувашии взял данный вопрос под личный контроль. Сегодня обозначили на встрече ряд вопросов. Не мы, а ваша молодежь, прежде всего. Мы это все записали. Прокурор на какие-то вопросы отреагировал очень бурно, сказал, что возьмет под личный контроль. Но в целом могу сказать, что те активисты, которые сегодня присутствовали на встрече, они на самом деле болеют за республику. Они на самом деле хотят, чтобы здесь все изменилось. Все хотят справедливости, прежде всего. И Чувашская молодежь в этом плане не исключение. Просто есть регионы, в которых изначально молодежь настолько прилизана, что они со стеклянными глазами говорят вещи, которые в реальности их не интересуют. Они просто выполняют роль статистов. Это не про Чувашию. В Чувашии мы увидели людей с живыми глазами, молодежь, которая встает и задает вопрос тот, который им интересен. И в этом, наверное, залог успеха, ну вообще перспективы молодежи в Чувашии. Сегодня же Сангаджи Тарбаев встретился с Михаилом Игнатьевым. Они обсудили ситуацию в сфере молодежных правонарушений. Михаил Игнатьев рассказал, что в Чувашии активно борются с курением. Особо подчеркнув, что работа эта пошаговая. К примеру, все главные врачи больницы, директора школ уже не курят. Большинство молодых людей занимаются спортом. Владимир озвучил о том, что вы подали заявку на спортивные все ваши учреждения. О том, чтобы все граждане категории трудные подростки могли бы получать бесплатный доступ. И финансируете это из муниципального бюджета. На мой взгляд, тоже очень интересная инициатива, практика, которая, возможно, даже имеет большие перспективы для масштабирования. Для того, чтобы другие регионы могли, опираясь на ваш опыт, использовать то же самое. Потому что это хороший инструмент профилактики для будущих правонарушений. Это самый эффективный инструмент, по сути дела. Для понимания из-за родителей и общественности. Вполне возможно, что уже в ближайшее время опыт Чуваши будет рекомендован Общественной палатой России для изучения в других регионах страны. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Ими гордится Республика. В канун праздника по традиции вручили государственные награды. Год человека труда. Это особенно почетно. В парадном зале собрались те, чьи успехи лежат в основе благополучия современной Чуваши. Вместе нам удалось достичь многого, отметил глава республики. Чуваши – один из самых благополучных для жизни детей российских регионов. Это не наша самооценка, самооценка должностных лиц, органов власти. Это оценка общественных институтов, институтов гражданского общества, оценка экспертов. В республике созданы комфортные условия для ведения бизнеса, самореализации каждого человека, в особенности молодых людей. Список награжденных едва уместился на четырех страницах. Достижения этих людей отмечены благодарностями главы государства, почетными грамотами, орденами за заслуги перед Чувашской республикой. Полковник Осипов служит России и Чувашскому народу в военном комиссариате. Я отвечаю за мобилизацию, за мобилизационные ресурсы, за готовность Чувашской республики к выполнению задач в мобилизационные периоды. Звание заслуженных работников различных отраслей удостоились более 30 человек. Среди них агрономы и врачи, слесари и фермеры, водители и учителя. Я очень благодарна, что мой более 30-летний опыт профессорской препаратской работы в высшей школе оценен и достаточно на таком высоком уровне. Поэтому я благодарна за оценку моего труда. Я просто трудилась, старалась сделать это хорошо, так, чтобы было не стыдно и перед преподавателями, своими коллегами, и перед студентами. Примечательно, что каждый из награжденных, а их было 50, готовы разделить успех и признание с близкими. Ведь за каждым свершением стоит труд одного человека и поддержка десятков, а то и сотен. Коллеги меня во всем поддержали, и они выдвинули мою кандидатуру, поддержали, поэтому, да, с коллегами. И именно, я считаю, плодотворная работа, она в основном именно в национальной телерадиокомпании у меня и была, потому что с 2009 года я там 7 лет, 8 год пошел. Сегодня завершился чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимали участие сильнейшие представители королевы спорта из 60 регионов страны. Глава Чувашая Михаил Игнатьев побывал на стадионе Олимпийский. Награды нашли своих героев. Вечер третьего соревновательного дня начался с торжественной церемонии награждения победителей и призеров женского турнира по прыжкам с шестом. С лучшим результатом сезона в мире титул чемпионки страны завоевала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исенбаева. В память о пребывании на Чувашской земле Михаил Игнатьев вручил спортсменке и ее тренеру наручные часы с государственной символикой Чувашской республики. Высота 5.07 была преодолена. Чемпионка Европы Анжелика Сидорова, представляющая в национальной команде Москву и Чувашу, с личным рекордом стала серебряным призером соревнований. Бронзу завоевала Ольга Мулина, показав лучшее достижение в карьере. Всего в третий день чемпионата было разыграно 13 комплектов медалей. Спортсмены соревновались в барьерном беге на 400 метров, в гладком беге на 210 тысяч метров, метании молота, прыжках в высоту, метройном прыжке. Завершится чемпионат России по легкой атлетике уже сегодня. А еще через день столицу Чувашии примет национальный чемпионат по спортивной ходьбе. В канун Дня Республики на историческую родину съехались представители Чувашской диаспоры из всех уголков России и ближнего зарубежья. Они возложили цветы к памятнику великому просветителю Ивану Яковлеву. Иван Яковлев – человек, благодаря которому Чуваши получили возможность не только сохранить культурное наследие, но и приумножить его. Он учил и воспитывал свой народ жить в дружбе и согласии с другими этносами, уважать их традиции и всем вместе заботиться о процветании Великой России. Заветы Ивана Яковлева по сей день не потеряли актуальности. И сегодня все, кто считает себя последователями его идей, в очередной раз собрались, чтобы почтить память своего учителя. На выставке «Регионы сотрудничества без границ» представлены многие направления развития сельского хозяйства. Пчеловодство – одно из них. Наша съемочная группа побывала на пасеке одного из местных предпринимателей и узнала секреты производства качественного и натурального меда. И какой же праздник без торта? В Дню Республики мастера кондитерской планеты подготовили целую экспозицию, решив заодно продемонстрировать свой профессионализм. Копилка их наград пополнилась званиями «Мастер-кондитер Чувашской Республики». Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Георгия Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Удивительно, но факт. Звание мастера кондитера не присваивалось в Чувашии 21 год. И лишь недавно Ассоциация кулинаров Республики получила такое право – одна из немногих в России. Первые претенденты – мастерицы из кондитерской планеты, уже добившиеся признания как на родине, так и за ее пределами. Германия, Лексенбург, Греция, Казахстан, Азербайджан, то есть и другие страны признаны в сфере общественного питания и кондитерского производства. А самое лучшее производство именно здесь. Золотые медали без споров жюри присуждает за такую филигранную работу. И кружевная салфетка, и катушки, и иголки, и даже нитки. Все выполнено вручную из белкового крема и мастики, как и эти чувашские красавицы, от которых просто невозможно оторвать глаз. На днях в продажу поступят и съедобные цветочные горшки – замечательный подарок к любому празднику. Их тоже придумали в кондитерской планете. Я люблю свою профессию, мне здесь все нравится. Мне нравится она еще в том плане, что она все-таки творческая. Ты работаешь немножечко как художник, да, и как дизайнер. Все в совокупности. Мне это очень нравится. Деревенский мотив называется, она мне очень близка, потому что я выросла, родилась в деревне. И как бы ностальгия по деревне. Чайпитие вечернее, с ушками, с конфетами. Вся картина состоит из натуральных ингредиентов, то есть их можно кушать. Маргарита и еще три кулинарки получают сегодня звание мастер-кондитер Чувашской республики. В профессиональном сообществе эти награды ценятся очень высоко. Они свидетельствуют о том, что их обладатели не просто умеют, но и любят трудиться. Особенно приятно получить признание в год человека труда. Мы считаем, что кондитер – это действительно рабочая профессия. Такая же важная, как профессия, например, строителя, там, фермера. Если я раньше считала, что кондитер – это просто, там, художник, да, сегодня кондитер – это, кроме того, еще и дизайнер, это скульптор, это еще и лепщик. И очень многогранная, многоемкая профессия. Очень интересная причем. Награды вечно приятны, а покупателям будет приятно узнать, что большинство выставочных и конкурсных образцов можно заказать в кондитерской планете. Не сомневайтесь, они не только украсят любой праздник, но и будут отменного качества. Чтобы получить один килограмм меда, пчела должна налетать около 30 тысяч километров, посетить 10 миллионов цветков и принести полтора миллиона микрокапель нектара. Этот факт мало кому известен, но братья Николаевские знают про пчел еще и не такое. Их пасечное хозяйство насчитывает почти 800 ульев. С каждого в среднем собирают от 30 до 60 килограммов меда. Здесь у нас в одной половине живет молодая матка, здесь его матка 15-го года. Сейчас мы будем объединять эту семью, готовит так называемый медовик. Семья будет собирать липовый мед с одной маткой и с удвоенной рабочей силой. Сейчас в Николаевске собирают урожай цветочного меда. Спасек откачано более 400 килограммов. Их всего 12, они расположены в пяти районах республики. За каждый из них хозяева ухаживают сами. Определить качество меда не составляет труда. Мед должен быть печатный. Вот пчелы запечатывают ячейку только у зрелого меда. А если мед не запечатанный, значит он еще полностью не ферментированный пчелой. Такой мед при длительном хранении, хоть он даже будет натуральным, он может закиснуть или забродить. Настоящий мед, сейчас я вам покажу, даже с кончика ножа. Вот он. Посмотрите. Как он ульется. Он, видите, держится. И обратно подтягивается капелька. Как резинка. Совсем скоро зацвесет липа. В этот период с одного улья можно собрать до 100 килограммов меда. Мед, полученный от одного вида растений, называется монофлерным. И считается самым ценным и полезным. На продукцию николаевских спрос всегда высокий. Котируется она и в Москве, на различных ярмарках. Местные потребители могут оценить ее на выставке регионы сотрудничества без границ, которая проходит в Чебоксарах. Меда будут разные сорта. Где-то будет скленок, где-то сывы, где-то полифлерный смешанный мед. Кроме меда будет присутствовать перга. Это пчелиная пчелица, собранная пчелами. Продукция «Спасик» братьев Николаевских получила немало наград и медалей. Что неудивительно, она натуральная, полезная и вкусная. Пчеловоды раскрыли свой секрет производства меда. Нужно любить свое дело.